приняли решение вручную защищать шипы сделали наждачку намотали это самый контрящийся гак я так понял потому что мы ее будем расчищать именно в нужную сторону слушай я отойду в сторону вдруг что-то летит можно? шикарный да ему останется только скажите а Матюль реальный партнер ваш хотим выразить огромное благодарность компании Матюль Нижний Новгород за помощь подготовки к рекорд скорости на Байкальском мире 2020 года ссылки на их продукция в описании ну вот так вот готовимся нужны кронштейны нужна новая парочка кронштейнов чтобы чуть-чуть сместить седуху назад смещаем сиденье делаем крыло делаем рулевую колонку собираем ставим щиток ставим кожух делаем два прерывателя цепи зажигания обрезаем глушитель дорожной длины чтобы не выходил за пределы заднего колеса ну и в целом наверное все почти мой друг будет готов к заездам но еще шипуем переднее колесо вот сегодня мне дали удлинитель так сказать два звена надо будет переколотить цепь для того чтобы отодвинуть колесо от подвески переживаем что будет может начать тереть а так все идет по графику кем-то намеченному будем удлинять цепь возьмем гайку возьмем цепь и будем дубасить приспособа у нас никакой нету будем дубасить старым дедушкиным способом просто выбивать выбивать ее из места не промахнуться бы добавим два звена или одно звено как их называется одно звено или два звена наверно это ползина это одно звено будет когда и та части вообще фантастику да смотри как висит и мы надеемся что сейчас это все уползет я воплачу в это не верю слушай я уже перетянул оказывается такая большая это возможности слушай но я бы не сказал что здесь шикарно прибавилось расстояние но прибавилось мы хотим участвовать в двух категориях или двух номинациях это будет заезд на одну милю и драговый заезд у нас будет два колеса одно будет значит это вот колесо для прохождения на скорость и соответственно звезда будет стоять 12 зубовая а для драга мы подготовим такое же колесо но только будут спидвейные шипы высокие и звездочка 9 зубовой связи с этим у нас на 12 зубовой будет одна величина натяжки а на 9 зубовой натяжка должна быть чуть дальше и нам немного не хватает буквально одного миллиметра не хватает что правильно сделать натяжение цепи нужно поэтому я вынужден вот тут вот точить один миллиметр похоже на стоматологию ну как то вот так вот наверное это будет все вот я здесь листочку поставил для меня заточен седуха раньше была вот здесь теперь поставим вот сюда вот она будет теперь здесь будем раскидывать вилочку на вариаторе что шиповать тогда надо я не поеду на этих я на маленьких шипах не поеду да и тем более они острые я ехать ты видел как 250 чуваки шпарили как у них мотор работает и знаешь на чем они едут они едут вообще на высоких педвейных шипах а ты мне хочешь какие-то маленькие гвоздики из магазина инструментов и крепежа предложить поэтому я бы хочу вот подоплёрку да надо ехать покупать да да именно вот такие вот подоплёрочку конечно ты будешь с камеры ходить бродить и вообще кайфовать когда я должен буду ехать и японные штаны радости у меня будут да километров на 160 начнет гулять все заточить эти переходные шайбы шиповать колесо собирать мы поедем на этой вилке мы продвинулись еще на несколько дел вперед нам удалось вытащить переходную такую шайбу под оригинальные японские подшипники сверху и снизу и мы уже установили смотреть переднюю юку и вот наверное хотим чуть-чуть еще и отодвинуть вот на сантиметрик вниз вот на эту величину уже не хочет возвращаться вот на сантиметр для того чтобы максимально отжаться от льда тем самым чтобы не зацепить поддоном двигателя нам обещают шикарные шикарные качканы качканы ледовые такие торосы вилка от кавасаки мы надеемся она еще с пневмом подкачкой не знаю как это все вообще будет работать анти какие-то клевки вот не знаем как это будет работать но я думаю что еще немного и мы будем ее тестить колесо у нас почти готово роман за сегодня сделал 9 шею ура берег нам удалось колесо установить мы его отбалансировали нам показывал 100 грамм не удивительно во первых здесь шипы во вторых две шубы по регламенту соревнований повышитель не должен выходить за заднюю часть колеса должен быть на уровне задней самой задней частью колеса поэтому мы вынуждены обрезать нашу боевую трубу все нам давние друзья Володя Овчинников дал такую траверсу с которой мы успешно разрезали и взяли два таких скажем так зажима впоследствии они у нас установятся сюда и это будут наши клепоны так сказать будет наш руль но это вы увидите уже в дальнейшей серии будьте с нами занимайтесь спортом а мы будем ставить редуктор на красач